Деревенский быт – одна из основных тем работ Анатолия Костовского. На картине «Село Привольное» он изобразил церковь, деревянные дома и людей, которые отправляются в город в поисках лучшей жизни. А кто-то покидал деревни, которые затопило из-за строительства новых ГЭС. Множество таких историй изобразил в своих работах Анатолий Костовский. До конца жизни он оставался верным реализму, работал в узнаваемой манере с неповторимым почерком. В его творчестве огромную роль играет не только Сибирь, но и Монголия. К 95-летию, со дня рождения Костовского, в художественном музее собрали лучшие работы живописца. Это портреты, пейзажи, натюрморты. Некоторые из них посетители увидят впервые. Анатолий Георгиевич в первую очередь выдающийся живописец, но на этой выставке представлено и несколько его рисунков. Экспозицию составили произведения из фондов Иркутского художественного музея, собрания семьи и частных собраний иркутян. А в планах музея пополнять коллекцию картинами Костовского. Собрания работ хотят разнообразить к столетию мастера. Отметят в этом году и других юбиляров. Представление творчества иркутских художников – это очень большая часть работы художественного музея. И не только живущих художников и юбиляров, а таких выставок на этот год запланировано очень много. Будет выставка персональная и Сергея Ивановича Казанцева, заслуженного художника, педагога художественного училища. Будет выставка Володи Максимова, Татьяны Колобовой, Катерины Асалхановой. И очень-очень много других юбиляров. Выставка «Чувство Родины» будет работать до 2 апреля в главном здании Иркутского художественного музея. Кроме того, совсем скоро в честь Анатолия Костовского представят специальный юбилейный каталог. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.